МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Захареева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Повелители шторма море и небес. Сегодня штурманы военно-морского флота отмечают свой профессиональный праздник. Недолго вирус бушевал в республике. Привились от ковид-19 709 человек. Вместо снежных горок – горы бытовых отходов. 380 тонн мусора собрали волонтеры республики за прошедшие выходные. Шторманы военно-морского флота сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Люди этой нелегкой профессии умеют в любой ситуации проложить кораблю путь и направить его к цели. Подробнее расскажет Петюмад Ханапова. Безопасность и точность – главные слова в лексиконе любого штурмана. В прошлом году нахождение кораблей и судов Каспийской флотилии в море составило свыше полутора тысяч суток. И ни в одном походе не было допущено ошибки. Математические умы и навигационная линейка – вот суперкомпьютер любого штурмана. Современная российская военно-техника оснащена спутниковой навигацией. Но она вещь ненадежная, говорят военные. Может в любое время подвезти. Оттого на судах не отвыкают от аналоговых приборов. Каспийское море – одно из самых неспокойных морей. Несмотря на то, что оно небольшое по площади, здесь постоянное волнение, не менее двух баллов. В частности, для нашего корабля эта проблема серьезность не составляет, а вот для наших иранских партнеров это была проблема. Они не могли даже встать на якоре в определенных местах, которые мы им назначали, и приходилось их менять. Их называют флотской интеллигенцией с белыми воротничками. Как и сотни лет назад, ни один корабль без штурмана в море не выйдет. Ведь каким бы современным ни было оружие, выполнить задание можно только вовремя, оказавшись в назначенной точке. Дня штурмана. Хочется поздравить всех своих коллег, специалистов штурманской службы, офицеров, мичманов, старшин, матросов. Так как все являются важной частью этого механизма, без каждого специалиста, матроса, будь то офицер, матроса, ничего не получится. Желаю всем 7 футов под килем и крепкого флотского здоровья. Путимут Ханапова, Мурат Бегбарзов, новости ННТ, Каспийск. Министр внутренних дел Дагестана Дурашид Магомедов привился от COVID-19. В центре вакцинации при ведомстве вакцину получили 5 человек. Это все сотрудники полиции. Абдурашид Магомедов отметил, что для обеспечения безопасности родных и близких, всем гражданам, особенно сотрудникам полиции, имеющим постоянный контакт с людьми во время несения службы, необходимо участвовать в вакцинации. Он поблагодарил врачей за труд в непростых условиях пандемии и борьбы с инфекцией. В ближайшее время вакцинируют всех сотрудников полиции, у которых отсутствует антитела к COVID-19. Вакцина надежная, уже практически во всем мире ее используют. В том числе президенты государств. Нам оно жизненно необходимо с сотрудниками Министерства внутренних дел, потому что мы имеем постоянные контакты с гражданами на улице. Приходим после этого домой. Для того, чтобы обеспечить и свою безопасность, я имею в виду здоровье, и своих близких, и также граждан, нам необходимо вакцинироваться. Почему важно прививаться от COVID-19? Кому противопоказано и как записаться на прививку? На эти и другие вопросы СМИ сегодня ответили специалисты на пресс-конференции. В среднем республике надо прививить порядка 780 тысяч человек. Мы готовы к этой работе, мы готовы к получению этой вакцины. В Махачкаре и Каспийске на данный момент имеются 11 медицинских пунктов, где граждане могут получить вакцину. Записаться на прививку можно, позвонив на единый номер 122. Здесь же можно получить ответы и на интересующие вас вопросы. Количество циркулирующего вируса среди населения уменьшилось. Мы прогнозируем снижение, но, конечно, наибольшее снижение мы получим только в том случае, если мы массово все начнем прививаться против ковида. Чтобы взять заболеваемость под контроль, на самом деле, необходимо вакцинировать. И вакцинация – это единственный способ нам взять под полный контроль новую коронавирусную инфекцию. Соответственно, и убрать летальность от данной инфекции. На сегодня в республике привились от COVID-19 709 человек. Эффективность вакцины «Спутник-5», по словам экспертов, составляет более 91%. А оставшиеся 9 привитых перенесут болезнь в легкой форме. 380 тонн мусора собрали волонтеры республики за прошедшие выходные. В экологических мероприятиях участвовали порядка 600 добровольцев и 120 единиц техники. К акции подключились спортивные школы, молодежные парламенты, вузы и СУЗы Дагестана, а также администрации некоторых городов. Напомню ранее, из-за непринятого тарифа на вывоз отходов управляющая компания «Лидер» отказалась выполнять свои обязанности по вывозу мусора. И пока Минприрода Дагестана определяет нового регионального оператора с мусорным коллапсом, пытаются справиться коммунальщики и волонтеры. Дзербент признан самым умным городом Дагестана. По данным Минстроя России, южная столица региона на сегодняшний день является лидером рейтинга по развитию цифровизации городского хозяйства IQ-городов. По индексу IQ-городов можно узнать, насколько эффективно российские города внедряют технологии умного города. Оценивались такие показатели, как доступность основных объектов жизнеобеспечения, достаточное количество зеленых зон и транспортная логистика. Так именно Дзербент стал лучшим среди 10 городских округов Дагестана. 25 января традиционно считают днем российского студента. Только в Дагестане насчитывается более 100 тысяч учащихся и десятки учебных заведений. Помимо светского образования в нашем регионе набирают популярность и религиозная. Насколько тяжело учиться дистанционно, особенно иностранным студентам, расскажет Хамзанур Макометов. Компьютеры-проектор основные помощники студентов гуманитарного института на период дистанционного обучения. Пандемия коронавируса вынудила учебные заведения внести серьезные коррективы в систему образования. Но студентам-очникам повезло. Они вновь вживую могут общаться с преподавателями. Мне кажется, лучше проходить обучение в очной форме, потому что тут есть связь как студентов, так и преподавателей. И мне кажется, так объяснять материал намного легче и доступнее. Но последние события вынуждают переходить на дистанционное обучение. И мне кажется, мы должны быть рады, что у нас есть и такая возможность обучаться. Дагестанский гуманитарный институт – единственный в регионе вуз, который помимо светского образования дает ребятам и религиозное. Студенты убеждаются – опознавать параллельно светские и религиозные дисциплины полезно и увлекательно. Главное в таком подходе в первую очередь духовно-нравственное воспитание. Мы считаем, чтобы выпускник этого вуза, он был воспитанным. Мы не только пытаемся, стараемся, чтобы человек стал просто специалистом. Мы стараемся, чтобы этот человек был имеющим хорошие нравы, которые могут показать людям свою человечность, как человек должен относиться к другим людям во время своей работы. Мы рады тем, что наши студенты, наши выпускники, они очень отличаются от любых других студентов именно по вопросам воспитания. Иностранных студентов все больше интересует образование в нашей республике. По их словам, учиться в другой стране тяжело, но вполне возможно. Читал на английский курс. У меня есть переводчики, переводчики, переводчики. Они помогают мне, это хорошо. День российского студента отмечает во всех учебных заведениях страны. Каким бы ни было обучение, дистанционным или реальным, грызть гранит науки проходится в любом случае. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбардов, телеканал ННТ, Махачкала. Около 150 тысяч учащихся прослушали онлайн-уроки по финансовой грамотности в Дагестане. Это четвертый результат по стране. Учащиеся узнали о том, какие финансовые инструменты существуют, как их грамотно использовать и не стать жертвами кибермошенников. Всего в проекте участвовало 750 школ, 32 колледжа и техникума Республики. Банк России проводит онлайн-уроки финансовой грамотности с 2017 года. Присоединиться к проекту может любая школа, у которой есть доступ в интернет. Стоит отметить, что в расписании сессии появилась новая тема – основы инвестиционной грамотности. Каждое занятие длится 45 минут. Гибкий график позволяет включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования. Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди посетила делегации из Цумадинского района. В ходе беседы обсудили вопросы просвещения и нравственного воспитания молодежи, а также профилактику асоциальных проявлений в обществе. Глава района Шамиля Маров поблагодарил муфтия за активную просветительскую работу, которую ведут с населением Цумадинского района. Он отметил пользу и необходимость продолжать тесно сотрудничать с религиозными деятелями в решении актуальных проблем общества. Шейх Ахмада Афанди в свою очередь обратился к присутствующим с ценными наставлениями. И о спорте. Новый вызов и новая мотивация. Трехкратный чемпион мира по боксу Магомед Расуми Джидов покоряет профессиональный ринг. 34-летний спортсмен готовится к очередному поединку, который пройдет в США. Какие цели ставит перед собой тяжеловес из Махачкалы, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Работа на лапах. Эти серии ударов уже доведены до автоматизма. Магомед Расуми Джидов начал подготовку к очередному поединку. Пока тренировки проходят в родном зале спортшколы имени Садулаева. В начале марта 34-летний тяжеловес планирует выступить на вечере бокса в США. Имя соперника пока неизвестно, но Меджидов готов к любым вызовам. Я вообще начал, в 19 лет начал вообще боксом заниматься. Вообще, можно сказать, большим спортом заниматься. В 19 лет начал. Я, можно сказать, в расцветы сил сейчас нахожусь. Я никуда не опаздываю. Мне важно на самое имя соперника, чтобы соперник был с именем, уже именитый соперник. Мне разница нету с любым. Я хоть чемпионом сейчас готовлю драться. Магомед Расул трижды становился чемпионом мира, был призером Олимпиады. В 2018-м решил пробиться в элиту профессионального бокса и одержал уже три победы нокаутом. Есть цель подняться в рейтинге и даже дать реванш одной из главных звезд мирового бокса, британцу Энтони Джошуа. Махачкалинец выигрывал у обладателя трех чемпионских титулов в 2011-м году, отправив по ходу боя соперника в нокдаун. Он озвучивал, что хотел бы со мной подраться и завершил этот момент, пробил свои истории. У меня это очень было радостно. Я все время стремлюсь с ним боксировать, с ним и с таким же, как он, которые наверх вышли. Они все, которых я выигрывал раньше по любителям, они дошли туда и там гремят. А ты жалеешь об этом? Я жалею о том, что я раньше не перешел по профи. Трудолюбие и страстное желание быть первым всегда отличали Меджидова от его сверстников, говорит тренер Гаджимурат Газиев. Впервые в зал бокса выходец из Акушинского района пришел в зрелом по спортивным меркам возрасте – 19 лет. Наставник уверен, что и сейчас боксер полон сил, чтобы добраться до вершины мирового рейтинга. Он был чемпионом Дагестана по народным, национальным видам спорта. Бросание камней, ядра и физически очень такой одаренный был. Начали с ним работать и потихонку, потихонку он очень такой трудолюбивый. Все, что говоришь, он слушал и впитывал сразу. В течение, я не помню точно, в 2-3 года он занимался, он стал чемпионом Дагестана. Там в профессиональном боксе чуть полегче, потому что ты заранее знаешь, с кем боксируешь, на этого соперника готовишься, и у тебя спокойно есть время готовиться. Первый этап подготовки Магомед Расула Меджидова к бою продлится еще две недели, после чего он планирует отправиться на сборы в подмосковный Чехов, где большая часть тренировок пройдет в спаррингах с титулованными российскими боксерами. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские борцевольники проведут два сбора перед чемпионатом России. Об этом в интервью в sdac.ru сообщил главный тренер команды Гаджи Рашидов. Чемпионат страны пройдет с 12 по 14 марта в Улан-Удэ. По словам наставника, команда готовится к турниру в два этапа. Первый сбор команда проведет в Кисловодске, а второй сбор планируется провести в Бурятии, чтобы спортсмены могли адаптироваться к другому часовому поясу. По итогам чемпионата России будет сформирована национальная команда страны для участия в чемпионате Европы в апреле. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.